Доброе утро! Добрый день, друзья! Ну что, сегодня суббота. Я работаю в эти выходные, но не успела выздороветь. Начальница мне позвонила, чтобы я, если можно, вышла на 4 часа раньше, в 12 часов дня. Обычно начинаю в 3, а сейчас еду я в 12. По-прежнему не хватает сотрудников. Вчера я даже ушла домой, на 15 минут позже. Так никто и не пришел, но медбрат сказал мне, можешь идти. Потому что не хватает. Один человек на 2 этажа ночью. И таблетки раздают их. Если помощь нужна, оказывают, еще и утром всех поднимают. Поэтому еду на 4 часа пораньше. Ну как-то еще бабулька одна, новенькая, она пытается улизнуть. Улизнуть. Называем мы здесь Вондарин. Все пытается куда-то пойти, поехать. Ей уже 94 года. Она не пользуется ни ходунками. Худая. Знаете, такая фигуристая. Ходит прямо. Вот. У ней нет, я так поняла, уже в живых детей. Близких родственников нет у ней. Так что я ее поняла. Одежды у нее очень мало, но выглядит очень все такое заношенное. Я уже и стирала. И все эти пятна старые. Ничего не отстиралась. Вы знаете, она так вот ведет себя, как будто она нормальная. Отвечает на вопросы. Ну, у нее свое что-то в голове. По-прежнему, куда-то надо ехать, идти. У нас на каждом этаже есть выход. Двери автоматически закрываются, вручную. А с другой стороны этажа, ну как, большой холл, большой коридор. А с другой стороны, emergency door. Это пожарные двери, стеклянные. Вот именно у нас, ассистент-климинг, это все свободно можно открыть. Уже вот где нерсинг, там это закрывается. А здесь вроде не должны быть такие пациенты. И по условиям, по правилам они открыты. И вот вчера она сидела между этими двумя дверями. А потом все-таки в стеклянную дверь, в пожарную ушла. Ну, хорошо, что у нас охранники. Они увидели ее. Понимаете, ну, если уйдет вообще, или что-то с ней случится, это, конечно, огромное ЧП. И это вот на моем этаже, где я сегодня буду работать. Это надо мне еще и за ней следить. Вот. В комнате же ее не можешь держать. Ее ли закрывать нельзя. Вот только методом отвлечения ее. Она рвется в церковь. Она ходила в церковь. Одна она сейчас в церковь пойти не может. Со знакомыми, ну, кто знает ее, многие здесь. Она тоже не может быть отправлена. Потому что они, ну, не могут они, такие же старички, следить за ней. Если она куда-то упрется, они не отвечают. Понимаете? И получается, что родственников, я так думаю, и денег у нее лишних нет, чтобы кого-то нанять. Вот в чем дело. Можно же нанять, знаете, как, чтобы кто-то с ней ездил в церковь. Но у нее, я так понимаю, нет, наверное, средств. Об этом нам не сообщают. Ну, в церковь доступа и нет. Ну, понимаете, человек, который привык в церковь постоянно, регулярно, всю жизнь ходить, для нее это стресс, и она, конечно, рвется туда. Но, к сожалению, пришло время находиться в закрытом, ну, полузакрытом помещении. Хотя, я говорю, двери свободно можно открыть. Они закрыты. Но при нажатии они открываются. Поэтому побежала я на работу, следить за бабулькой, ну, и остальную работу делать. Сколько у меня строчков? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть мужчин у меня из шестнадцати и десять женщин, бабулек. Вот такие дела. Ну, решила продолжить вам свой перерыв. Так как уже поела раньше, я вам уже сказала, что я приехала на четыре часа. Тут такое место, наверное, поэтому губы синяя. Уже вроде не болею. Ну, ладно. Про бабульку. Рася приехала раньше на работу, я задалась целью, но она новенькая. Мы делаем пресс-машиной имя на одежду. Ее имя на всю ее одежду. Одежды у нее очень малая. Ну, я вам говорю, бабульке 96 лет. Одежда вся такая, ну, стильная. Ну, как, по тем временам, 96 лет назад. Но она любила в церковь ходить. И вот сейчас пока не могут решить вопрос с церковью. У нее семьи нет. А посторонние не могут ее, потому что у нее, видите, позывы, позывы блудить. Поэтому доверить никому нельзя ее. Она может заблудиться и уйти куда-нибудь. И это очень опасно. И поэтому в церковь ее теперь пока не выпускаем. А она вот понять не может, почему она не может пойти в церковь всю жизнь. Я ходила в воскресенье завтра. Короче, уже умайла. Я с 12 часов одежду всю ее пронумеровала ее именем. Хочу вам что сказать. Ну, жутко. Она жила самостоятельно в домиках на улице до сих пор. Поэтому там добровольно одежду стирают. У них и машинки есть, по-моему, в апартментах. Или в Ландрию они ходят, уже не помню. По-моему, есть машинки в апартментах. Конечно, есть. Очередь бы была в Ландрию. Это мы отправляем Ландрию стирать. Но она, вы понимаете, видимо, не стирала, чтобы не занашивая. Раз у нее родственников нет, магазин она сегодня мне сказала. Очень хорошая бабулька. Я с ней подружилась. Но одежда, я вам хочу сказать. Я уже и стирала. Пятна не отстирываются раньше. Сегодня я пару пиджачков решила так намедленно постирать. Остальное все отправлю в Ландрию. Там все-таки и машины помощнее. Как-то они что-то могут, какие-то специальные составы может использовать. Здесь у нас, честно вам скажу, машинки старые. Боюсь даже стирать. Развалится одежда. В общем, старые-старые пятна на всей, на всей одежде. Она или вообще не стирала никогда, или, может, последних десять лет, не знаю. Бабулька с прической сято, намазана тональным. Ну, вот такие дела. Я ее пронумеровала одежду с ее именем. И упаковала в мешок. И отправлю в центральную Ландрию. Ну, кое-что постирала ей. Чтобы она могла одеть. И вот она настаивает теперь, что ей церковь надо. Очень тяжело ей понять, почему она не может. Понимаете? Оттобусы же возят отсюда церковь. И она в каждое воскресенье ездила. Но так как она сейчас живет, ну, уже вот здесь ответственность за нее несет, наша начальница, вы понимаете, и мы. Естественно, не может кто попал, а прийти и взять и поехать с ней в церковь. Тем более, вот ее знакомые, которые завтра с ней кушать будут, ну, здесь в здании, пригласили ее на обед, они ездят в другую церковь. Она в одну ездила, а они в другую ездят. Поэтому, видите, никто ответственность не будет брать за нее. Даже из старичков. Да им и не доверят. Это равносильно, что я свою работу доверю более стойким, более здоровым старичкам. Это ж неправильно будет. Поэтому она этого понять не может, а семью не, нет. Только вот, или нанимать кого-то надо. Ну, я уже говорила, видимо, наверное, денег нет. Вот нам ничего не объяснили. Ну, хотя бы что-то сказали. Как себя вести, что ей говорить. Вот прям, вы знаете, чувствуешь себя каким-то тупорем. Что-то сами догадываемся, как-то пытаемся сказать. А она вот понять не может, почему она не может сесть в автобус, поехать, который возил их, поехать в церковь завтра. У нее, видимо, вся жизнь состояла из этого, потому что родных нет. А там, ну вот, многие так общаются в церкви. Это как у нас раньше в деревнях, ну, не только в деревнях, везде в клубы ходили. Церкви-то лишили нас, наше поколение. Мы росли атеистами, а сделали вместо церквей клубы. Все равно необходимость есть в этом, в общении. Я знаю, что сейчас в основном ходят общаться в церковь. Как-то, знаете, одни и те же люди в основном. Уже как бы такое вот духовное общение. Ну, вот это я хотела сказать. Ну, вот проделала огромную работу. Я получила от этого удовольствие, потому что, ну, некогда было. Вот сегодня раз пораньше пришла, они пообедали, старички. До трех часов у меня где-то целый час был времени. И за это время я всю-всю-всю одежду, какая есть, только смогла ее про это. Переодела ее. Она уже опять переоделась. Помоднее какую-то блузку нашла. Я футболочку одела желтую. Ну, она какую-то блузку нашла у себя еще, ну, хочет выглядеть, конечно, модненько. Ну, вот такая вот работа. Думаю, что доработаю уже. Так что на прямой эфир не выйду я. Завтра буду спать утром. Опять на работу пойти. После зомбы, конечно, спина болит. Данилка делал массаж плечей. Теперь плечи болят. Он прям дорвался. Прямо вот это. Я знаю, как делать массаж. И вот это мне намял плечи. У меня теперь плечи болят. Короче, все болит. Опять у меня спина и плечи. Спина от танцев. Плечи от массажа. Ну, это не считаться. Вот так. Это все ерунда по сравнению с тем, как я болела ковидом этим. Господи, прости меня. Жутко как. Я даже не верю до сих пор, что я отдрыгалась. Поэтому не болейте. Всем хорошего настроения. И до новых встреч.